Приветствую вас, дрожайшие поклонники Мороуинда, Скайрима, Обливиана, Дагатура, Мира, Нирн, Тесс и всего прочего из этой великолепной вселенной древних свитков. Да, я продолжаю такие свои прохождения в модификации на Медевил 2 Total War Kingdoms, которая носит название The Elder Scrolls Total War. И напомню о самых грандиозных событиях, которые у нас скопились на карте за это время. Это Виндхельм и битва со Скайримом. Скайрим очень сильная фракция и одолеть теми силами, которые есть у Даготы ее будет сложно. Придется постоянно подпитывать армии новыми и новыми, видящими, невидящими, пепельными вампирами и так далее. И параллельно на втором фронте сражаться с Телвани, которая тоже далеко не слабая и у которых тоже очень много сил. К тому же им будут помогать Клаалу. Возможно, это мы сейчас через дипломатию проверим. Телвани, Телвани, где вы наши дорожайшие? Нет, Клаалу им помогать, ну как, помогать как союзникам не будут, но они тоже настроены сражаться против нас до последнего. И нам надо передать ход. Будет решающая битва за Виндхельм или не будет, сейчас все решит сам Скайрим. А я уже чувствуя, что зима набирает обороты, начинаю ходить вокруг этого самого мода на Скайрим, реквием. Хочу его уже устанавливать и начинать прохождение Скайрима. Эпичную, тотальную возню с травами, с стрелами, с ядами и так далее. Потому что реквием это очень-очень хардкорная модификация, которая делает легендарный уровень сложности в самом Скайриме. Просто, извините, я мовсянку, детской забавой. Женщина до год, ну ладно, пусть будет помолвка. Не хочет нападать, точнее брать штурмом. Ну ладно, вот столько строительств было завершено. У нас с деньгами вечная проблема, их всегда не хватает. В столицу прислали три отряда пепельные упыри. Содержание по 700 и, естественно, мы будем, это за выполнение задания, мы будем их распределять. Пепельные отродья по 1000. А денег нет на форты, на крепости. Везде уже расположились сильные и сильные. По одному здесь, ну ладно тогда. Но тут у них сакральный смысл есть. Это перемещенцы. То ли еще один форт придется ставить, жертвуя деньгами. То ли действительно верить в то, что я смогу их всех распределить. Или оставлять в догатуре парочку отрядов. Ну, к примеру, кину так. И куда же мне мои войска нужнее? Против огромного Скайрима? Или все-таки добить Телвани и уже начинать поглощать остальной Моруинд? Где врагов совсем немало. А снабжением Скайрима займутся захваченные города. Тут вроде тоже силы есть. Ну, к примеру, я поверю, что маги Телвани сильнее. Обезмаженных Скайримцев. Я их лишил возможности. Нет, пока не лишил. Слушайте, я этот самый Винтерхолд не захватил. Только Виндхель в моей власти. Так что все еще не решено. Хорошо, выходим на побережье своими войнами. Да, новые силы. Новые силы. И нам нужно использовать магов как стратегическое преимущество. Так что их тоже будем перемещать в том направлении. Помним, Баллисты я зарекался. Не донанимать, разве что катапульты. Блэклайт. Переобучение, строительство. Ничего. Фордкастов. Алтарь снов. Время строительства, три хода. Но я не знаю, останется ли фордкастов за нами. Все задания выполнены. Дайте задания на деньги. Я хочу денег. Мне надо деньги в этой компании. А тут только куча катапульт. А, вот еще войска. Мне надо еще и буферные войска. Которые бы умирали пока наши маги и другие дальнобойные ребята справляются со своими заданиями. Вперед, да, войны. 100, 100 и 300. Ага, понятно. Куда же закидывать наши войска? В корабли, в первую очередь. А потом переправлять. Пролорис у нас. Сейчас мы проверим. Оставшиеся кусочки леса пока что в безопасности. Армия Хлалу не движется в нашем направлении. То есть, за чем нам остается следить, так это за Латанисом. И на его осаду собирать силы. Так, контрол А. А что ж катапульты не объединяются? А, 16, 16, 16. Латанис. Вау. Серьезно. Взять Латанис, потом разбить эту армию. Откуда у них такие силы? Нет ли у них тут еще каких-то ребят серьезных? Ну, чтобы взять Латанис, надо сначала взять его в осаду. Добавить сюда. Осадных орудий. Добавить сюда пехоты. И идти на приступ. Но не на приступ паники. Тогда пехоту, конечно, доводим сюда. Флот выводим. Тут на защите города, пока здесь будет отсутствовать армия. Эти войска будут нужны. Войск нет, а надо их везти. Всех везти. Везти вперед. Ну, вам. Вам тогда тоже выходить. Чем больше вы пройдете пешком, тем быстрее окажетесь там, где вы мне нужны. Сколько у нас выходит? Минус тысяча. Это за счет строительства 2300. Понятно. Минус тысяча. Виндхельм нужно отбить. Так что первым делом. Это наш сильный источник доходов. Ого. Сколько еще продержится город? Семь ходов до сдачи. А как нам? И напасть я на него не могу. Никак не могу напасть. Если я выйду к морю, пересяду. То переправа только тут. То есть, терять Виндхельм или семь ходов просто ждать. Ждать, пока что-то изменится. Точно так же есть большой риск потерять фордкастов. Я его не удержу. Без дополнительных отрядов. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Как же мне перебросить свои войска? Так, чтобы оказаться возле армии. Вот это я себя в тупик поставил. Видите, я напасть на него не могу. Армия пойдет в обход. Прямого контакта с ними нету. Хотя нет, почему нету? Есть. Могу. Оу. Чего же я тогда боялся? Слушайте. Увидел эту полоску зеленую. Понял, что все в порядке. Давайте разбивать вражескую армию Скайрима. Она мне тут вообще очень сильно мешает. Стрелях. Но это серьезная задача для наших отрядов. Выставим катапульты куда-то сюда. Второй отряд катапульт куда-то сюда. Наша цель будет обстрелять врага. Баллисты пока что сюда. Как интересно расположились. То есть вы хотите сказать, что они мне могут и сюда тоже выстроиться? Я их там как минимум не жду. Впервые я не чувствую себя уверенным в победе. Хотя мои войска не бегут и в этом их сила. Посмотрим. Ctrl-4 даже. Ctrl-5. И предводитель. Все, начало битвы. Вся армия на той стороне. Ползем вниз. Переползаем сюда. Поближе. Поближе к врагу. Нет, туда он не может. А сюда поближе вот так вот встать. А ну попробуем перехватить с разлучников. Магов сюда выведем. Или поберечь стрелы. Нет у меня кавалерии, кроме наемной. Поэтому противопоставить лучников мне некого. Кроме вот этих моих бегунов. Вперед, вперед бойцы. Три боителей побыстрее сюда. Вы пока не... Не стреляйте. Оу, глупцы. Они ведут своих лучников сюда. Правда, бронированные лучники издалека будут стрелять. Ну, что мы там? Дадим жару. А? Осадное орудие. Не, мои осадные орудия пока ворочаются. Но лучников им съесть мы успеем. Быстро сюда. Маги, маги тоже быстро сюда. Несущая смерть. Несущая смерть. Нужно убрать тех, кто у них на пути. Хотя, может так оказаться, что нам хватит одних катапульт. А ну, давайте посмотрим. Магов отведем. Они стали теми, кого атакуют. Сейчас вы поплатитесь. Лучники. Хорошо. Смерть пришла. Смерть пришла для великих воинов Скайрима. Будут они дохнуть здесь десятками. Достаете? Смерть пришла для великих воинов Скайрима. Смерть пришла для великих воинов Скайрима. Смерть пришла для великих воинов Скайрима. Давайте. Тех, которые подальше там расположились и обстреливают наших. Мои не бегут. Занимайтесь своей магией. Срочно, срочно. Колдуйте что-то страшное, чтобы обратить врага в бегство. Да, 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 да. Больше магии, больше фейерверков. Я это люблю. Дагод предпочитает палить огнем, жалить силы врага. Но нам нужно и поберечь своих воинов, потому что впереди не один стек Скайрима. Наверняка тут очень много скайримских имперских ублюдков и братьев буря, которые встанут на защиту. Хвала Господу. Есть. Смотрите, как сразу начинает бежать вражеская армия. 54% врага убито. Ведь им ничего не остается, кроме как убегать. Наши ловчие корпуса, одни из самых дешевых и простейших воинов, при поддержке сильных, очень сильных спящих воителей, обратили в бегство целую вражескую армию. Докидывайте мечников в тяжелых доспехах. Эти ребята будут останавливаться и подходить снова и снова. Они наших не боятся. Ну же, ну же, ну же, ну же, ну же, пепельные упыри. Где ваш... Ваше огненное заклинание, поближе подойдите. Вот этот вот ублюдок вам мешает. Приказ еще не выполнен. Враг возвращается. Не хотят бросать своих. Давайте сюда все. О, наконец-то он побежал в правильном направлении. Больше огненной магии, больше. Она сейчас может преломить исход боя. Второй магический отряд сюда. Да, 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 да. Давайте, давайте, обращаем их в бегство. А то наших парней уже положили практически всех. Их стрелки снайперские выцеливают наших пепельных упырей и могут разбить нашу магию неистовую. Стражи с тяжелыми орудиями уже почти разбили. Двое, двое только упираются. Есть, 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 обращаем их в бегство. Остановили их тогда, когда они готовы были нас атаковать. Тут еще мечники в тяжелых доспехах. С ними надо разобраться. Как он один держит на себе целый отряд. Все. Он... Нет, почему, зачем? Это мой герой-ветеран. Зачем вы его убили? Это победа, да. Завершить битву 172 твари Дагота против 596 воинов Скайрима. Ничего, восстановим свои силы. Если жемчужина Скайрима Виндхельм будет за нами. Ох, и много пепельных упырей мы там произведем. Будет просто база по производству. Казнить. Это отлично. Мы получаем контроль над этим мостом, где можем принимать противника. Но нам надо идти уничтожать Винтерхолд. Нам не хватает здесь осадных орудий. Становится очевидно, что без дополнительных катапульт и баллист мы здесь не разберемся. Где наши катапульты и баллисты? Баллисты две и одну катапульту обязательно. И новые силы, новые силы нужно перевести. Правда у нас тут проблема, у нас тут имперский флот. Имперские ублюдки. Идем в порт, попытаемся успеть с попутным ветром побыстрее, чем опередить их, как говорится. Так, высадка. Корабль возвращаем в порт Блэк Лайта, где не угрожает им вражеский имперский флот. Ну а здесь что мы можем сделать? В ожидании нового стека? Ну разве что сходить на разведку. Пока что я вижу разрозненные силы Скайрима. Поэтому основная армия может отступить и отогнать. Больше сил. Винтхельм. И будем переобучать здешние войска. Нам нужно прозондировать побережье. Вот он Винтерхольд. Винтерхольд. Место создания Скайримских магов. Обучение точнее. Создание-то как-то слишком по-тотал-воровски звучит. Тысяча у меня есть. Ну и в следующей серии вы увидите битву за Латанис. Может даже автобоем можно будет ее провести. А потом сражение с армиями. Армиями. Остатками армий. Сами знаете кого. Телвани. Телванийская угроза. Точнее угроза это мы. Но они нам все равно угроза. Хотя вот что вы тут делаете. Сто-триста. Да. Поближе к театру боевых действий. Это у нас 53 ход. На 60 ходу я снова открою карту. И мы одним глазом взглянем на то, что происходит. На территории всего Тамриэля. Кто одерживает победу. Особенно в схватке между орками и кланом Винциносцев. По-моему они тут задавили клан Старейшин. Посмотрим как там себя чувствует Даггерфол. И конечно же посмотрим как Доминион Альдмери справляется с Империей. Либо наоборот. Что противостоит. Как проходит их противостояние. Заглянем в мир каджетов. Также в Арганианское Чернотопье. А остальное нам показать. Потому что все это принадлежит Дому Хлаалу. Судя по цвету линий побережья. И Хлаалу тут переживают второй свой рассвет. После того как мы овладели всем Варденфеллом. И начинаем пожрать Скайрим. Ладно друзья. Всем хорошего настроения. В описании под видео вы найдете ссылки на другие мои прохождения. Не пропускайте. Смотрите. И подписывайтесь кто еще этого не сделал. Не забывайте поставить лайки. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok